Одни только американцы выпивают 400 миллионов чашек кофе в день. Тем не менее, кофе под угрозой. В развивающихся странах, где его в основном выращивают, закупочные цены почти не позволяют плантациям выжить, а работники часто подвергаются эксплуатации. К тому же из-за климатических изменений выращивать кофе становится все труднее. Ведь главное условие для хорошего урожая – предсказуемость погоды. Засуха или слишком долгие дожди тут губительны. Меня зовут Дэвид Гризволд, и я основатель компании Sustainable Harvest. Компания, название которой можно перевести длинно, но точно, как социальный, экологически ответственный урожай, работает с плантациями по всему миру – в Латинской Америке, Восточной Африке, в Азии. Одно условие – речь идет исключительно о плантациях, следующих принципах справедливой торговли. Среди этих принципов – запрет детского и рабского труда, гарантия безопасности рабочего места, право работникам на защиту своих интересов, приверженность правам человека, справедливая цена, покрывающая стоимость продукции и экологически чистые методы производства. С фермерами, чей бизнес отвечает этим требованиям, заключается контракт на выгодных условиях, а их кофе импортируют в США и продают ростером и кафе по всей Америке и за ее пределами. Я могу купить у этих ребят кофе и быть абсолютно уверенным, что труд тех, кто вырастил эти зерна, был честно оплачен. Когда Дэвид основал свою компанию в Калифорнии более 20 лет назад, концепт долгосрочности и экоустойчивости производства был совсем новым делом. Мне тогда сказали, ты знаешь, на севере есть город, там все время дождь. Так вот, там все такие же, как ты. Их волнуют те же проблемы, экоустойчивость продуктов. Они тоже переживают за фермеров и плантации. Они хотят прозрачности в бизнесе. Поезжай туда. Мы с женой приехали в Портленд и остались здесь. Именно в Портленде Дэвид нашел единомышленников. Его идея буквально загорелась, и даже владелец здания, где тогда еще маленькая компания снимала помещение под офис, и кофейни, которые, включая ростеров, те, кто обжаривает кофе сам, в Портленде более 700. Очень многие из них, такие, как интеллектуально-хипстерское заведение Red E, продают исключительно такой вот отборный кофе. Высказать свое отношение к чему-то, не приходя, например, на предвыборный участок, можно при помощи долларов. То, как вы тратите деньги, влияет на многое, и может точно указывать на то, что именно вам важно. Этот подход широко практикуется у нас в городе. Тратить деньги с мыслью о завтрашнем дне. Мы просто покупаем наш кофе на проверенных плантациях, и он самый вкусный. В офисе Sustainable Harvest из мешков с кофе даже сделан диван, а сотрудники показывают нам лучший в мире пулровер. Насыпанный в прогретый кипятком фильтр кофе помола группы соли просто проливают горячей водой. И получается волшебный напиток, результат работы фермера за тысячи километров отсюда, и неравнодушных жителей Портланда, которые, может быть, из-за здешней промозглой погоды, очень любят кофе. Особенно осенью и зимой у нас тут часто бывает утром темно, а вечером солнце садится довольно рано. Так хочется сесть с чашечкой кофе куда-нибудь в кафе и смотреть на дождь за окном. Маша Мортен, Михаил Месурадзе, Портланд, Орегон.